В это воскресенье во многих регионах России пройдут выборы. Самые важные из них будут в Москве и Петербурге. На этих выборах есть реальный шанс победить. В Петербурге будут выборы в муниципальные собрания. Нам удалось зарегистрировать 430 кандидатов. Многие из них пришли из моего блога. Это адекватные молодые люди, которые любят свой город и хотят сделать его лучше. Это люди, которые разделяют те ценности, о которых я много рассказываю в своих видео. Мы провели собеседование с кандидатами, мы их проверили. И я уверен, что если они пройдут, они будут служить на благо Петербурга. Вместе мы создали штаб преображения Петербурга, где представили свое видение развития города. Я уже показывал вам некоторые проекты. Как вы знаете, Петербург один из самых красивых городов России, с сохранившейся исторической застройкой, с потрясающими зданиями. Он выглядит так, как Москва выглядела в 90-е. Все завалено машинами, бардак с парковкой, узкие тротуары, повсюду реклама. И Петербург нужно менять. Петербург должен быть европейским городом, он должен быть комфортным и безопасным. У муниципальных депутатов мало возможностей. Но если там будет много наших сторонников, можно будет не просто картинки рисовать и проекты показывать, а требовать реальных изменений от городских властей. Вам может показаться, что ваш голос ничего не значит, но это не так. Два года назад в Москве тоже были выборы в муниципалитеты, и некоторые депутаты прошли с перевесом буквально в несколько голосов. А некоторые, наоборот, не прошли, потому что им не хватило тоже нескольких голосов. Два года назад мне удалось победить на выборах с перевесом всего в 15 голосов. Если бы эти 15 человек поленились и не пришли на выборы, то весь совет депутатов состоял бы сплошь из представителей Единой России. В 2017 году я участвовала в выборах, где моим самым главным конкурентом был главный пресненский единоросс, бывший председатель совета депутатов нашего района Петр Петрович Петров. Тем не менее, мне удалось его обыграть. Разница между мной и им была всего в 6 голосов. В 2017 году участвовала в муниципальных выборах в Москве. Тогда за меня проголосовало около 1000 человек, а за моего конкурента на 12 человек меньше. Именно поэтому очень важно, чтобы каждый из вас пришел и позвал с собой друзей. Еще раз, вот вы посмотрели этот ролик, вы придете, и это замечательно. Но этого недостаточно, потому что многие люди этот ролик не увидят. Ваши родственники и друзья могут вообще не знать, что будут выборы и что есть, из кого выбирать. Поэтому, пожалуйста, обратите их внимание на то, что в воскресенье в Москве и Петербурге будут выборы, на которых реально можно избрать хороших людей. Все наши кандидаты идут при поддержке партии Яблоко. Чтобы не запоминать конкретные фамилии, вы можете просто прийти на избирательный участок, найти в бюллетене кандидатов от партии Яблоко и проголосовать за них. А если вы хотите подробнее про них узнать, в описании к этому ролику есть ссылочка на специальный сайт, там есть информация про всех кандидатов. В Москве будут выборы в Мосгордуму. Как вы знаете, почти всех оппозиционных кандидатов сняли, но нескольким все равно удалось зарегистрироваться. Главное, это восьмой округ, Дарья Беседина, наш кандидат от городских проектов. Она сейчас идет вровень с коммунистом Куминым, который назначил себя лидером оппозиции, пытается воровать у Даши агитацию. Я рассказывал это вчера, если пропустили ролик, тоже посмотрите. И сейчас в этом округе все решить может тоже буквально несколько голосов. Поэтому, если вы знаете кого-то в районах Сокол, Аэропорт, Коптево и Войковский, позвоните им и попросите в воскресенье обязательно прийти на выборы. Вот прямо позвоните, потому что там реально каждый голос может решить исход выборов. Очень эффективно, если вы напишите даже просто через Facebook или мессенджеры своим друзьям, родственникам, людей, может быть, с кем вы не тесно общаетесь, но они живут в Москве или Петербурге, и попросите их прийти на выборы и скиньте им этот ролик. Сейчас есть реальный шанс получить в Мосгурдуме и питерских муниципалитетах людей, которые будут не просто кнопочки нажимать по указке сверху, а заниматься проблемами города. Еще важно понимать, что большинство из тех, кто сейчас идет на выборы, это молодые люди, для них это вообще первый политический опыт, они никогда до этого не ходили, некоторые из них вообще не занимались политикой. Поэтому важно этих людей поддержать, потому что многих из них ждет хорошее политическое будущее. И я уверен, если мы их сейчас поддержим, они будут работать на благо России и делать нашу страну лучше. Кроме Дарьи Бесединой, в Москве есть еще три кандидата от Яблока. Если вы живете в районе Левобережной, Головинский или Дегунина, проголосуйте, пожалуйста, за Евгения Бунимовича. Это уполномоченный по правам ребенка, хороший кандидат, и он может победить кандидата от Единой России. В Останкино, Алексеевском, Мариной Роща или Ростокино можно проголосовать за Максима Круглова. Это молодой яблочник, и он тоже хорошие шансы имеет победить единородку. Ну и в центре Москвы идет Сергей Митрохин. Если вы живете в других городах, посмотрите, нет ли у вас списка Яблока. Это редкость, потому что мало где допускают, мало где удается выдвинуть. Ну, например, в Псковской области Лев Шлосберг всегда выдвигает отличных кандидатов, в Тульскую городскую думу выдвигается список, в Челябинске есть неплохие кандидаты в муниципальные депутаты от Яблока. Друзья, осталось два дня, два дня, когда вы можете сагитировать своих друзей, родственников, два дня, когда вы можете реально повлиять на ситуацию. Кто эту, в общем, мразь раскручивает ничтожно? Какие там деньги? Та самая, либерастня. Они не понимают, что этим они открывают врата ада. Приходите на выборы, обязательно берите друзей и родственников, откройте врата ада для жуликов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok